Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 11 марта, и свое именинное в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Григория Петра. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня же Святая Церковь совершает память преподобного Тита Печеркского. Тит был пресвитером, имел нелицемерную любовь к дьякону Ивагрию, как брат к брату. История про любовь. Собственно, про каждого из нас, потому что со всеми нами это происходит. Насколько горяча была их первоначальная любовь, столь же великой оказалась и их взаимная вражда и ненависть, посеянная дьяволом. Настолько опостылили они один другому, что когда один из них ходил в церкви, другой поворачивался и выходил из храма. Тит неоднократно пытался помириться с своим противником, но тщетно. Однажды Тит разболелся, и все думали, что он умрет. Попросил он привезти к себе Ивагрия, чтобы проститься с ним. Ивагрия силой дотащили до одра Тита, но он вырвался и побежал прочь, крича, что не простит Тита ни на этом, ни на том свете. Но как только он это произнес, в тот же миг упал на землю и спустил дух. Тит поднялся с постели здоровым и рассказал, что облетали его демоны, пока он не простил Ивагрию. А когда простил, демоны отпряли и напали на Ивагрию, а Тита окружили Божьи ангелы. Представился святой в 1190 году. Сегодня же Святая Церковь вспоминает святителя Григория Паламу, который жил в 14 веке. И сформулировал учение Церкви о нетварном свете, о божественной благодати, божественной энергии, которой человек при определенных условиях может быть причастен, или благодаря которой человек соединяется с Богом. Молитва «Мать всех добродетелей» – основа духовной жизни и наиудобнейший источник божественной благодати, потому что всегда может быть с человеком по заповеди Божией. Непрестанно молитесь, непрестанно ум христианина должен, как компас быть обращен к северу, или как подсолнух к солнышку. Ум христианина, правильно устроенного, всегда должен обращаться ко Христу с памятью, благоговением и вниманием. Но для этого нужно очень много потрудиться, потому что обычно человек пребывает в расстроенных чувствах или в расстроенном состоянии, и лебедь тянет в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду в разные стороны. Раздергивается человеческая личность, нецелостности. Восстановление целомудрия – это цель духовной жизни. Здесь есть очень важные условия, при которых и только при которых возможно молитвенное делание. Обычно, когда читаешь труды святых отцов о молитве, они о самой молитве, то есть о технике молитвы говорят совсем немного, а очень много говорят о послушании, смирении, терпении. То есть о тех добродетелях, которые как бы напрямую, это вроде и не относятся к молитве. А нет. Это является основой, фундаментом молитвы. Дело в том, что только смиренным Господь подает божественную благодать. И если навыком, трудом эти качества души – терпение, смирение, послушливость – не воспитаны, то благодать не может удержаться в этом дырявом сосуде. Ну, а без благодати невозможно быть с Богом, а без Бога душу наполняют совершенно иные товарищи. На днях в разговоре с одним братом он поделился своим духовным опытом. Обычно у людей неплохого достатка. В связи с их образом жизни вползает в их сердце такая страсть, как уныние. Ярким выражением уныния является склонность к алкоголю. Надо же как-то себя чем-то утешать. Плюс собрание директоров, корпоративы, решение разных вопросов под это дело. Ну и через очень непродолжительное время человек становится алкоголиком. Ну, там на первой или на второй стадии – это уже дело времени. Когда стабильно раз в неделю, несколько раз в неделю, раз в две недели, но систематически у человека возникают позывы принять С2Н5ОН в разных пропорциях. Отсюда проблемы в семье. Супруга, естественно, недовольна. Дети страдают. Человек решается бороться с этой страстью. Ну, понятно, с дьяволом без Бога не совладать. Никакие там завязки, решения, кодировки. Это все обычно бывает только водой на мельницу вражескую. Когда человек там какими-то химическими препаратами себе там что-то заблокировал, а потом стал шибко с собой доволен. И страсть из наружной, видимой, обличающей, позорящей человека ушла внутрь. Он стал или очень гневным, или очень гордым. А с этой заразой так просто уже не справиться. Это как раз святыня, поиск Престой Богородицы, посещает епархию. Семьей пришли помолиться, приложиться. О чем просить? Дом есть, машина есть, семья есть, детки есть, все вроде есть. Господи, помоги мне избавиться от алкоголя. Помолился, попросил. Два месяца прошло, как отрезало. Никаких ни желаний, ни мыслей, ни стремлений. Но дьявол же хитрый. Он атакой в лоб не пойдет, он как змея залазит с другой стороны. Ну как, молодец, я молодец. Ну как-то в разговоре с супругой он обратил на это внимание. Ты посмотри, я уже два месяца не пью. Айда, молодец. Как только вознесся умом, сразу же оставила благодать Божия. А без Божьей защиты, ну тут же все на него и набросилось. Прошла неделька и в прежнюю колею. Ну и понятно, сейчас снова нужно набираться решимости и принимать серьезнейшее решение. Нельзя с такой страстью, как алкоголизм, играть бы в догонялки. Я там два дня не попью, там неделю не попью. Здесь нужно жесткие категоричные меры. Раз и навсегда. Ну потому что, если оставлять какую-то там щелочку в двери, что-то, ну там понемножечку, там по сто грамм, естественно, это всегда будет поводом и в большие грехи вваливаться. Поэтому принимаем решение и ни капли искать утешение в другом. Ну понятно, что дьявол так просто это дело не оставляет. Он начинает и с других страстей уже как-то подтачивать. Но это уже другая история. А закончить хочется таким обращением внимания на то, что спасение человека и его духовная жизнь осуществляется действием Божественной Благодати. Но как только человек начинает якать и пытаться себе приписать действия Божьи, Господь, ну поскольку он очень круткий и смиренный, он оставляет человека. Ну как, ну ты же здесь сейчас основной. Ну пожалуйста, действуй, раз такой умный. Вот это нужно больше всего беречься и стяживать смирение через послушание и терпение. А будет смирение, молитва обязательно привьется к уму и сердцу человека. И всякий молящийся ум неизбежно стяжет благодать Духа Святого Божьего, потому что Господь желает быть с человеком, но только с тем, кто свое сердце хранит в мирном устроении. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok